Итак, давайте начнем это видео со сравнения двух мужчин. Одному 21, другому 51. На них футболка и джинсы. Кто из двух парней выглядит лучше? И давайте еще сравним 19-летнего парня и 40-летнего мужчину, но теперь в костюмах. При прочих равных мы увидим, что молодые мужчины лучше выглядят в повседневной одежде. А мужчинам постарше больше идет костюм. Но вопрос, почему? И что означает фраза «одеваться в свой возраст»? Что ж, это тема сегодняшнего видео. Как одеваться по возрасту и почему это важно? Давайте начнем с Майкла. Ему 27, он недавно окончил бизнес-школу в Бостоне. Сейчас он живет в Нью-Джерси, работает в Нью-Йорке и начинает новую карьеру в качестве консультанта. Он считает себя простым и веселым парнем. И действительно, он совсем не походит на белого воротничка. Что касается его типа телосложения, то он довольно низкий и мускулистый. Итак, вопрос в том, как Майклу нужно одеваться для своего возраста. Что ж, ответ относительно прост. Ему всего лишь нужно ответить на пять несложных вопросов. Нужно ли соблюдать дресс-код? Каковы ожидания окружающих? Какие погодные условия? Всегда обращайте внимание на погоду. Какой у него тип телосложения? И наконец, какое послание он хочет донести посредством своей одежды? В случае с Майклом, у него есть дресс-код. Вне работы он носит повседневную одежду. Но на работе, в офисе в Нью-Йорке он имеет дело с состоятельными клиентами. Он должен это учесть. Должен выглядеть как консультант. Кроме того, у нас есть ожидания окружающих. Чего мы ожидаем от 27-летнего многообещающего молодого бизнесмена? Все ожидают, что он будет выглядеть соответствующим образом. Носить одежду, которая ассоциируется с его работой. Именно такой образ консультанта сложился в головах у людей. Если бы он работал на стройке, ожидали ли бы мы, что он будет носить такую же одежду, как консультанты? Конечно же нет. Идем дальше. В каких условиях работает Майкл? Он проводит свой рабочий день в помещении. Поэтому большую часть времени он должен носить одежду, которая не будет мешать ему работать в жаркую погоду. Возможно, он захочет ослабить галстук, снять пиджак. Однако, рубашка для Майкла все равно обязательно. Следующий пункт – тип фигуры. Майкл довольно мускулист и не планирует это скрывать. Ему нужна одежда, которая будет хорошо на нем сидеть. Такая одежда будет его стройнить и Майкл будет казаться выше. Он также носит обувь на небольшом каблуке. Не из-за комплексов, а чтобы смотреть коллегам прямо в глаза. И наконец, Майклу нужно обращать внимание на месседж, который он пытается донести. Он не против разнообразить свой гардероб одежды с необычными узорами, вещами ярких цветов. Он сочетает разные стили и может разбавить подобную одежду более сдержанными и консервативными вещами. Он знает, как правильно сочетать вещи. Теперь давайте поговорим о Сиде. Он 19-летний студент из Далласа, штат Техас и хочет одеваться сообразно его подростковому возрасту. Для начала зададим те же самые вопросы. Есть ли какой-то дресс-код? В большинстве случаев нет. Когда Сид идет в школу, он может прийти хоть в пижаме. Но вот в чем дело. У Сида есть мечта. Он не только получает образование в области бизнеса, но и учится на инженера. Этот парень хочет изменить мир. Он хочет разрабатывать приложения и продавать их. Он намерен добиться невероятного успеха. Сид встречается со многими успешными предпринимателями, которые останавливаются в кампусе. И в таких ситуациях надо показать, что он опрятнее, чем другие ученики. Почему? Потому что у Сида есть мечта, к которой он стремится. И дресс-код, хотя никто о нем не говорит, существует. И нужен он для того, чтобы на вас обратили внимание. Что ожидают от него окружающие? Ему 19, так что почти ничего. Тут достаточно пространства для экспериментов. Пришло время попробовать что-то новое. Но это может быть, не тем, что от вас ожидают. У вас будут друзья, которые будут спрашивать вас, почему вы так одеты? Почему вы носите рубашку с воротником? Ведь все остальные носят футболки. Вы можете одеться скромнее, и в большинстве ситуаций вы ничего от этого не потеряете. Но есть ситуации, в которых вам нужно будет исходить из ожидания других людей. И потому что молодому человеку довольно сложно подобрать что-то не повседневное. Потому что все вокруг одеваются непринужденно. Когда вы отличаетесь от множества других людей, им это доставляет дискомфорт. Важно понять ожидания окружающих. Некоторые люди могут сбить вас с толку, и требования предъявляемой к одежде могут быть весьма расплывчатыми. Но важно разобраться в том, чего от вас ожидают. Следующий пункт – погода. В Далласе сухо и жарко. Особенно летом и осенью. Вам нужно носить одежду, которая будет хорошо продуваться. Выбирая вещи свободнее, вам по-прежнему нужно, чтобы ваша одежда сидела по размеру. Носите рубашки с длинными рукавами, просто закатайте их. Выбирайте брюки, которые дышат. Найдите способ адаптировать свой гардероб. Например, я живу в Висконсине. Мне нравятся куртки и свитера. Но они подойдут не всем. Может быть, осенью вы сможете их надеть. Даже сможете носить их всю зиму. Может быть, даже весной. Но если вы собираетесь проводить много времени в помещении, как и большинство ваших одноклассников, вы можете взять с собой в класс что-нибудь еще. Ведь внутри прохладнее. Обратите внимание на то, где вы находитесь. Если вы идете на собеседование в бизнес-школу, вам лучше убедиться, что у вас есть костюм, и он хорошо вам подходит. А теперь давайте поговорим о телосложении Сида. Он высокий и стройный. И это то, что ему нужно подчеркнуть. Вы можете носить футболку и джинсы, но будете выглядеть худощаво. Но если вы накинете что-то сверху, это не обязательно сделает вас мускулистым, но добавит веса, и вы будете выглядеть лучше. И, наконец, Сиду нужно ответить на вопрос, какое сообщение он хочет донести. Как я сказал, он много времени проводит на своей работе в отделе технических разработок. Посмотрим правде в глаза, там все одеваются одинаково. Он хочет выделиться из толпы. Он не хочет выглядеть старше своего возраста. И в то же время он понимает, почему классика считается классикой и не против немного потратиться. Он может разбавить свой гардероб забавными паттернами или яркими цветами. Так или иначе, он выделяется из толпы и чувствует себя уверенно. Возьмем Мигеля. Ему 52, он живет в Лос-Анджелесе, недавно развелся. Сейчас он чуть ниже 180, и на протяжении большей части своей жизни он весит порядка 80 килограммов. Но 10 лет назад он перенес травму и набрал 10 лишних кило. В основном в районе талии. И, как я сказал, он недавно развелся и сейчас снова ходит на свидания. Первый вопрос, есть ли дресс-код, и похоже, что его нет, поскольку Мигель работает удаленно. Однако раз в неделю у них проходят совещания в зуме, раз в неделю он созванивается с клиентами. Так что иногда ему приходится одеваться официально. И я готов поспорить, что он хочет одеваться стильно чаще раза в неделю. Знаете, когда вы одеваетесь соответствующим образом, ваша продуктивность возрастает, даже если вы работаете из дома. Теперь давайте обсудим, что общество ожидает от мужчины 50 лет. Ожидание определенно выше, чем к подросткам, но все равно не слишком высоки, особенно здесь, в США. И это плохо, потому что я воспринимаю таких мужчин, как тех, кому можно обратиться за советом. И я бы посоветовал вам одеваться соответствующе. Всегда следует одеваться подобающе. Когда вы начинаете одеваться правильно, люди смотрят на вас, как на человека достойного уважения, даже если при этом никогда вас прежде не видели. Вас начинают воспринимать как уверенного в себе парня, а девушки будут не против познакомиться с вами или даже попробовать построить отношения. При этом не обязательно выглядеть как профессор, достаточно выглядеть как профессионал. И когда такой мужчина что-то рассказывает своим потенциальным клиентам или партнерам, они воспринимают его всерьез. Следующий пункт, который нужно обсудить, это погода. Большинство людей считают, что в Южной Калифорнии солнечно и красиво круглый год. Но это не совсем так. Все зависит от того, в какой местности вы проживаете. Если вы находитесь в пустыне, ночью вам может стать холодно даже в самое жаркое лето. И на берегу, когда вы рядом с водой, особенно ночью, вы можете замерзнуть. Я знаю, что некоторым моим подписчикам из Канады это может показаться странным, но парням из Калифорнии порой приходится брать с собой свитера. Так что, возможно, вас заинтересует этот жакет-свитер или эта куртка-рубашка. А теперь давайте поговорим о типе телосложения. Для Мигеля это особенно важно, ведь у него есть пара лишних кило. Он был бегуном, он не поднимал тяжелые веса. У него относительно тонкие руки и ноги. Но он хочет накачать плечи. Когда вы наращиваете мускулатуру в плечах, это всегда выглядит привлекательно. И это просто нужно для здоровья. Вы же не хотите подчеркнуть ваш живот, когда надеваете обтягивающую футболку. Если, конечно, у вас есть лишние килограммы. Вам нужно накачать плечи. Вы будете выглядеть сильнее и увереннее в себе. Почему? Здоровье людей подсознательно уважают. Да, это несправедливо. Но так оно и есть. Когда вы наращиваете мускулатуру в плечах, руки выглядят немного больше, и это прекрасно дополнит образ Мигеля. А правильный подбор одежды еще сильнее, улучшит его внешний вид. И теперь поговорим о том, чего хочет Мигель. Какое послание он пытается донести посредством своей одежды. Он хочет, чтобы к нему относились с уважением, пытается выглядеть уверенно. И стремится создать образ человека, которому можно доверять, чтобы окружающие не сомневались в его словах. Люди всегда делают выводы о вас, руководствуя своим первым впечатлением. И это первое впечатление может сослужить вам плохую службу. Особенно в профессиональной среде и в отношениях с противоположным полом. Что же нужно Мигелю? Ему следует обращать внимание на детали и на аксессуары. Его сумка из хорошей кожи, и он всегда кладет в нее компьютер, вне зависимости от того, нужно ли ему показать клиенту презентацию, или он просто планирует поработать в кафе. И если он увидит милую девушку и захочет с ней заговорить, он будет выделяться из толпы, потому что он уделяет внимание деталям, подбирает хороший галстук, нагрудный платок и так далее. Итак, какое видео смотреть в следующем? Как насчет ролика о том, какая прическа идеально подходит для вашего возраста? Сегодня мы поговорили об одежде, а в этом видео я рассказываю о том, как подобрать максимально подходящую прическу, будь вам 20, 30 или 40 лет.